А сегодня в столице Поморья прошла очередная сессия областного собрания. В составе, в котором областные депутаты собирались более четырех лет, сегодня они встретились в последний раз. 8 сентября жителям области предстоит выбрать новых избранников. О последних региональных нововведениях Анны Бибикова. Отдельная графа «Взнос на капремонт» в квитанциях появится уже осенью. Сегодня областные депутаты во втором окончательном чтении приняли соответствующий закон. Он обяжет жителей платить ежемесячные взносы на ремонт общего имущества дома. Теперь собственникам необходимо определиться с оператором. Идти можно по двум направлениям. ТСЖ принимает решение о капитальном ремонте. То есть ТСЖ будет здесь являться главным оператором, так называемым. ТСЖ – это оператор. А есть еще оригинальный оператор. Будет в области оставаться оригинальный оператор. То есть тот орган, который будет аккумулировать средства, которые платят жильцы. Если собственники выбор не сделают, то автоматически их взносами распорядится региональный оператор. Деньги пойдут в общий котел, затем накопленное софинансируют. И оператор сам решит, на какой ремонт скопил дом. По примерным подсчетам, месячный взнос составит от 5 до 30 рублей за квадратный метр. На социальную поддержку теперь смогут рассчитывать семьи, воспитывающие приемных детей. Раньше, например, родители двоих детей и одного приемного многодетными не считались. Теперь претендуют на те же льготы, кроме 1,2 миллионов рублей на жилье. Для того, чтобы предоставить право приемному ребенку, достигшему возраста 18 лет, претендовать на предоставление бесплатной квартиры от государства, когда ему исполнится 18. Если бы мы эту меру сейчас, как меру соцподдержки оставили, в этом случае при улучшении жилищных условий доля в квартире распространялась в виде собственности на приемного ребенка. По правке депутаты внесли и в закон об образовании. На плечи областного бюджета теперь ляжет часть расходов на питание в пришкольных интернатах, увеличены средства на покупку учебного оборудования. Введено понятие «молодой специалист». Независимо в каком регионе молодой специалист закончил это образовательное учреждение, он все равно будет получать ту самую сумму 100 тысяч рублей, которая на данный момент действует. Для нас очень важно, чтобы у нас здесь развивался, я еще раз возвращаюсь к туризму, потому что это инфраструктура, чтобы дороги наши строились. Вот нам нужно сегодня этому особое внимание уделить. Поэтому депутатам шестого созыва, я думаю, что придется не только решать социальные вопросы, которые необходимо решать, но и углубленно заниматься экономикой региона. В сегодняшнем составе областные депутаты собирались на протяжении четырех лет. Эта сессия для него стала последней впереди выборы. Каким будет следующий депутатский состав, узнаем 8 сентября.